То есть если вот себе вот нарисуете здесь зуб, вот по его экватору вестибулярному. Здесь я думаю, что просто здесь не выкроется, но здесь хорошее будет все равно. Если вы красиво вот это обожмете, не поленитесь и ушьете, это правильно, у вас и сосочки там будут. Вокруг формирователя и фиксация на оральной поверхности. Видите, все эти хвостики остались на оральной поверхности. Знаете что, у меня такая была история. Ко мне пришла пациентка не с моими имплантатами, она оказалась конфликтной в одной клинике, которая обратилась просто к нам за помощью. Это через Алексея контакт там был, и они обратились. У нее была жалоба, это была нижняя челюсть, но у нее настолько шикарный широкий гребень, великолепная десна, но она оказалась вся орально. Я не знаю, что с ним делал доктор и как он это. У меня было ощущение, знаете, что он что-то ей ушивал и переместил со щеки. Как-то это все более орально получилось. И у нее получилось вестибулярно тяжи и сразу слизистая, а орально, потому что конгломерат как будто у тебя верхняя челюсть, а не нижняя мягких тканей. И поставил формирователи на все это уже. Ей поставили постоянную конструкцию, она начала жаловаться, что у нее тянет, давит, жмет. Они сняли, опять поставили ФДМ. Вот с этими жалобами на полгода там с ними как-то они воевали, хирург что-то пытался сделать и отправили ее ко мне. В этой ситуации я вытащила все формирователи, поставила заглушки и отправила на три месяца эпитализироваться. Просто вот само по себе. И у нее все затянулось. У нее все это затянулось вторичным натяжением. И после этого я сделала вот эту историю, не вот эту предыдущую, которую я вам показывала по палаче. Полтора месяца все, ее запротезировали, она счастливая, довольная. Я не знаю, почему хирург не мог это сделать с самого начала. Была очевидная ситуация. Но уже как бы поздно. Бывает такая история. Тогда вам надо достать и подождать, пока у вас там все восстановится. Вот и все. Вариант еще такой, что вот тоже, не знаю, пациентка, она пришла, но уже есть и коронка. Я вижу, что там вот эта графика. У меня как бы он может снять коронку, уйти опять на дорожку и отправить ее в ряд. Да? А потом сделать вот так. Два-три месяца подождать, но у меня тут даже, мне кажется, я ее на меньшее. Вы не ставили или поставили? Нет, я заглушку поставила. Если не поставить, там вот этот микроапсессик потом будет, потому что туда растет эпителий и они гранулируют. Бывает, что заглушки просто вылетают каким-то там чудесным образом. У меня была такая. И вот если там нет заглушки, то такая просто грануляционная ткань туда растет. Нет, я оставлю заглушку в такой ситуации. Я вот рассказываю, что это была моя единственная такая работа. Она чужая. Я свои как бы вещи я планирую такие заранее. То есть бывает, что вот это делаю сразу в момент имплантации. Я сразу делаю вот этот разрез, сразу ставлю имплантаты в формирователи и сразу делаю вот это все. Тоже такое случается. Но это если хороший биотип костей, если я знаю, что с имплантацией, то скорее всего все будет. Да. Ну, по-всякому бывает. Бывает, что все нормально. У меня была такая пациентка, которая пропала по причине здравоохранения. Здоровье просто на три года. У нее за это время повыпадали все формирователи, которые у нее стояли там 6 или 7 штук. И она пришла и говорит, Мария Александровна, вы знаете, мне, наверное, уже нет ни одного импланта. Все вывалилось. Надо все данного ставить. Я говорю, знаете, что, Наталья Владимировна, давайте снимок сделаем хотя бы на ортопинтограмму. Посмотрим, что у вас там вообще творится. Я уже не видела вас три года. Нет, а у нее действительно оказывается просто... Ее больше беспокоило, что она их съела, если честно. Вот. И у нее все выпало. Чего? Да, у нее не было воспалительных никаких реакций. Ну, по-разному бывает. Всякие истории случаются. Ну, я все равно, конечно, заглушку ставлю, если я выкручиваю. Заглушек уж в ведро точно можно всегда подобрать хоть под что-нибудь. С этим понятно? Вот это для нижней челюсти даже, я бы сказала, операция выбора. Потому что здесь за счет того, что вы подгибаете вот этот лоскут на ножке, вы все равно в априори утолщите его. И это более управляемая ситуация, чем в такой истории ставить трансплантацию свободно-дисневого. Согласны со мной? Почему? Ну и потом протяженность. Вы не забывайте, протяженность уже большая. Всегда, когда у вас большая протяженность оперативная, лучше работать своими тканями местными. Вот он, смотрите. Смотрите сюда. Вот этот хвостик. Вот именно так. Вот здесь видно. Вот прижимается. И вот так делается движение скальпелем. Вот так. Как бы от соседнего ФДМа. Эта методика еще нет. Я ее видел лет 8 или 10 назад. Эта методика предложена 40 лет назад Патриком Палачевым. Вы что? Я же не говорю, что это я вам предлагаю. Я вам рассказываю, какие есть варианты. Вы ее видели, а остальные нет. И там что-то и все меня всевер zitten. Я чувствую не слышать. А вот здесь у меня опять. Я думаю, что это я умею. Я слушаю. Я взял.